Привет! Это Itul A49, модель 2022 года. Пара сим-карт, большой дисплей, две камеры, емкая батарея и цена ниже 7000 рублей. Неплохая заявка на успех, но... в общем, сейчас все расскажу. Телефончик выглядит прям-таки неплохо, есть два цвета, вот такой темно-серый-черный и голубой. Собственно, спинка шершавая, и это очень даже хорошо, можно ноготочки свои поточить. Минимум надписей, только вот здесь Itul, название бренда, и все! Блок камеры смотрится довольно-таки неплохо, камер две, и они практически не выпирают. То есть на столе, ну, пользоваться одной рукой можно будет нормально. Ну и по кнопочкам, здесь у нас кнопка питания, качелька громкости, и все, кнопки на этом закончились. А вот по разъемам здесь 3,5 мм, надеюсь их хорошо видно. Снизу микрофон и microUSB, нет, никаких тут вам Type-C. Dynamic 1, такая прорезь на крышечке, и, ну, он громкий, YouTube-чик посмотреть можно, но звук плосковат, поэтому для музыки так пойдет не очень. И, о чудо, я давно такого не видел, прям очень давно, но крышечка здесь съемная. Это довольно-таки прикольно. Что же у нас здесь? Ну, конечно же, сканер отпечатков пальцев остается. Вот такая прорезь динамика, довольно большой. Что еще из интересного, батарея зашита, ее все равно, чтобы поменять, придется все это откручивать, но так даже удобнее. Пара SIM-карт, вот здесь все видно хорошо вставляется, и разъем для флешки, максимум 128 гигабайт можно вставить. Впрочем, все хорошо, лаконично, крышечка снимается очень туго, вряд ли это когда-либо разболтается. Экран большой, 6,56 дюйма, что довольно-таки неплохо. Разрешение, правда, HD+, и это TN, хотя вот так вот с первого взгляда никогда не скажешь. Яркость нормальная, хотя на летнем солнце, конечно, придется углядываться, вот это максимум. Ух, камера как сразу пострадала, нет, я верну все как было. Вот так уже, в принципе, неплохо для камеры. И углы обзора. Вы все видите? Вы снова все видите, то есть даже практически ничего не темнеет. Вот так. Это очень хороший результат, как для TN-матрицы. Что по железу? Честно скажу, я пытался это запомнить, но давайте лучше прочту, чтобы прям вот наверняка не ошибиться. Это спидран, то есть Unisoc SC9832E. Зачем такие сложные названия? Ну и за графику отвечает Mali-T820. Процессор на 28-нанометровом техпроцессе. Вау. Ну и, конечно же, оперативки здесь. 2 гигабайта, постоянный 32. Флэш, как вы помните, есть. Запустит ли он браузер? Да. Ютубчик? Да, тоже без проблем. Игру, может быть? И вот с этим давайте-ка разберемся. Перед вами Brawl Stars. И да, давайте-ка сразу вам скажу, что иногда лаги все-таки встретить можно. Даже не лаги, а такие, больше подлагивания. Но в целом вполне себе играбельно. Графон явно не максимальный. Так-так-так-так-так, парень. О, да. Вот эта крутотень была. Играбельно более чем. Ну а теперь куда более серьезный уровень. Это Stand Off 2. И я даже попытаюсь погонять в три пальца. Хотя нет, FPS с этой стороны. Так что вряд ли выйдет. Настройки графики самые минимальные, которые только возможно было поставить. И сейчас вы все увидите. Надеюсь, рано или поздно здесь все загрузится. Поехали. Пока что разминочка. Но тем не менее. Стрельба. Все норм. 50, 56. Давайте-ка покажу поближе. Вот он FPS. Даже выйдем на кого-нибудь. Посмотрим. Привет, парень. Кто бы ты ни был. Здравствуй. И вот 40. В общем-то просадки до 30 и даже 25. 25 бывают. Но это не то, чтобы критично. То есть именно играться в этого все можно. И графон даже в целом не такой уж и плохой. Привет. Вот как видите в разминочке. Сейчас нагибаем нормально. Да-да-да-да-да. Дробовик очень хорошая штука. Дистанция тем более здесь будет небольшая. Карта очень к этому располагает. Так что дробовик даже менять не стану. Итак, погнали. Давайте-ка просто попробуем что-нибудь изобразить. 50-60 кадров здесь в коридорах. На просторе, конечно же, будет в районе 30. И здравствуйте. Не очень хорошо вышло. Все-таки автомат более приоритетен здесь. Но да ладно. Мы-то тут не скилл проверяем. Так. Так. Да, парни. Давайте. Давайте-ка. И так, и так, и так, и так, и так. Сейчас я прям в упор кому-нибудь всажу. Да, почти вышло. Но не вышло. Но не важно. Судьбу вловили. FPS достаточно неплохой. И даже в PUBG или те же танки можно будет нормально погонять. PUBG и танки на минималках здесь будут работать. Ну и немного синтетики. Antutu 48 тысяч. И это, ну, такой прям минимально необходимый результат. Телефон побеждает 1%. 1% других телефонов. Что прям совсем немного. Ну и в троттлинг-тесте, казалось бы, он не должен троттлить. Все-таки процессор не очень мощный. Но 28 нанометров. Поэтому есть просадки до 80%. При этом он совсем не греется. Ну, давайте. Вот я листаю меню. Съемка идет в 60 FPS. И вы сейчас напишите мне в комментах. Вы видите здесь подлагивание? Очевидно, что после какого-нибудь телефона с флагмана на 120 Гц, здесь вы не увидите суперплавных анимаций, потому что их и быть не может. С этим все просто. Здесь Android 11 Go. Но при этом, да все более-менее юзабельное. Здесь не будет реально суперплавности. Просто потому, что вы сами понимаете, какой здесь процессор. И при этом 60 стандартных Гц экран. В общем, вполне себе неплохо. И стоит учесть, что здесь стоит Android 11 Go. То есть, это такая облегченная версия Андроида. Облегченная, но не значит прям сильно урезанная. То есть, здесь просто нет каких-то красивостей, анимаций, плавности и всего вот этого прочего. Но поверх накатили и тыл. ОС версии 7.6. Поэтому здесь есть пара таких своих фишечек. Например, скриншот тремя пальцами. И целый набор приложений, которые вот подходят именно под этот телефон. Там ускорители, всякие разные очистители и все прочее. По камерам расклад простой. Их тут целых две. Одна на 5 Мп, это самое главное. И второй модуль на 0.08 Мп. Очевидно, что это TOF датчик, то есть сенсор глубины. А вот основной модуль выдает вот что. Бабуля или ребенок легко пришлют вам с него фоточки. Но в соцсети вы вряд ли станете их постить. Если света много, то все будет более-менее четко. Вечерние уж, тем более ночные фотки. Просто об этом забудьте. Видеосъемка поддерживает разрешение максимум 720p. И тут вы все видите сами. 30 фпс максимум. И то с натяжкой. Потому что шлейф иногда заметный. Автофокус есть, но он довольно дерганный. И это даже при более-менее нормальной освещенности. Селфи-камера тоже на 5 Мп. И вот тут все очень даже неплохо. Видеозвонки можно использовать. И вас будут видеть. И что важно, слышать. Микрофон нормальный. Можете послушать. Тест микрофона Итл А49. Справа шуршащая дорога. Довольно-таки сильно шуршащая. И жили приятели пил и пол. У пила была пила, у пола была половица. Как-то раз пила-пила. Перепилила половица пола до половины. Процессор маломощный. Но здесь 28 нанометров. Экран хоть и не особо яркий. Но при этом он довольно-таки большой. И было довольно трудно предугадать, что будет с автономностью. Тем не менее, 4000 мАч. Я включил ютубчик, включил Wi-Fi. Поставил телефон вот в таком режиме со средней яркостью. И он выдал, он да, от 0 до полной разрядки 12,5 часов. Это значит, что вам его за глаза хватит на весь день. Ну и при таком нормальном умеренном использовании даже на 2. С другой стороны, комплектный блок зарядки. И давайте-ка я вот сейчас вам все покажу. Надеюсь, вам будет хорошо видно. 1 Ампер. И сама зарядка отняла у меня почти 4 часа. Вина в этом явно не microUSB, а вот этого самого блока для зарядки. Ну и это от 0 до 100%. 4 часа. Это очень много. Я взял другой блок над вампера и ничего не изменилось. То есть смысла в более мощном блоке питания здесь нет. С другой стороны, вы все равно будете заряжать телефон ночью. То есть ставить его на ночь. Поэтому какая разница, сколько он заряжается? Ну и в конце просто обо всем. Bluetooth 4.0. NFC нет. Glonass и GPS на месте. Сканер отпечатков пальцев и лица работает. Wi-Fi только 2,4 ГГц. 4G в наличии. В общем, все довольно стандартно, как для бюджетника. Итак, что же здесь можно выделить? Во-первых, конечно же, этот дизайн. Он выглядит реально неплохо. Во-вторых, это все-таки экран. Он достаточно большой и им удобно пользоваться. Новая версия Android. А значит, все приложения будут работать еще долго. Добавьте к этому пару сим-карт и неплохую связь. В сессии он действительно ловит отлично. Из таких явных слабых мест, это, конечно же, камера и производительность. Но вспомните, 7000 рублей. Для любимой бабули, ребенка или как рабочий аппарат, вариант очень даже неплохой. Ну и спасибо за то, что смотрели это видео. Не забывайте ставить комменты, писать лайки. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok